Смотрите выпуски. Пожары, аварии и деньги. Главное с оперативки Хабирова. В Уфу приехал двухэтажный поезд с туристами из Самары. В чем его особенность? Уфимские маржи открыли сезон. Как к ним присоединиться? По ДУФу открылась декада старшего поколения. Что это такое? Открытие развязки, финансирование объектов и формирование городской среды. Такими были главные темы оперативного совещания правительств республики. Сразу после традиционных поздравлений и награждений Радий Хабиров оценил транспортную развязку на улице Закива-Леди. По словам главы, ее пропускная способность увеличилась на 27%. Для уфимцев, для жителей республики на почти 27% пропускную способность вот этого узла мы увеличили. Это не просто красота и какие-то там украшения. Увеличили на 27% пропускную способность. Я всех дорожников благодарю, кто этим занимался. Самые крупные проекты, которые у нас зашевелились. Это и развязку это сделали, это восточный выезд, это южные ворота, это М1, ой, М7, М12. Приходом заморозков ситуация на дорогах стала нестабильной. Министр транспортно- и дорожного хозяйства республики поделился статистикой по дорожно-транспортным происшествиям. И призвал водителей и пешеходов не терять бдительности. По оперативным данным ГДД республики, за период с 31 октября, 6 ноября, произошло 72 дорожно-транспортных происшествий. Пострадало 84 человека, погиб 21. С начала года произошло 2982 ДТП, что на 285 происшествий меньше, чем в прошлом году. Следующей темой для обсуждения стала пожарная безопасность. В зимний период количество пожаров растет. Из-за того, что жители начинают пользоваться электрообогревателями и печами, а также курить в помещении. В связи с этим в республике планируют активизировать противопожарную пропаганду. Ее трансляция будет начинаться с телеканалов и оповещателей и заканчиваться мечетями. Для этого задействуем региональную автоматизированную систему централизованного оповещения. Терминальный комплекс «Аксион», радио, бегущие строки телеканалов, громкоговорящую связь пригородных электропоездов, объектов с массовым пребыванием людей и мечетей по согласованию. Кроме того, в зимний период опасность представляет не только огонь, но и лед. Один из последних несчастных случаев произошел 6 ноября. В Федоровском районе 8-летний мальчик утонул в пруду, провалившись под лед. На прошедшей неделе на водных объектах республики, по оперативным данным, погибли два человека. Призываем жителей республики не выходить на тонкий лед и не отпускать детей к водным объектам, от них без контроля взрослых. От трагического перешли к позитивному. По словам Радио Хабирова, Институт государственно-частного партнерства в республике еще не совсем понятен, но им уже начинают овладевать. Государственно-частное партнерство – это долгосрочное взаимодействие государства и бизнеса, при котором происходит развитие общественной инфраструктуры. На республиканском уровне сейчас с помощью него реализуются 8 проектов на сумму более 38 миллиардов. Также значительное внимание уделяется строительству школ и детских центров. В сфере образования строятся новые школы в городах Уфа, Нефтекам, Стрелетамак и Уфимском районе на общее количество 6540 мест. Стоит сказать, что общая стоимость объектов составляет порядка 10 миллиардов рублей. Школы будут введены в эксплуатацию до конца 2024 года. Это наше региональное обязательство. В последнее время в республике появляется все больше новых общественных пространств. Только на прошлой неделе их список пополнился стелой трудовой доблести и Демским парком. Но на памятниках и парках дело не заканчивается. В рамках проекта формирования городской среды в республике появились новые набережные, площади и скверы, места для которых выбирают сами жители. По итогам года будут установлены 4 фонтана, 17 детских и игровых и 34 спортивные площадки, 12 скейт-площадок, 5 автогородков. На сегодняшний день работы в полном объеме завершены на 42 объектах, близятся к окончанию на 84 объектах. Завершение работ на объектах под контролем министерства. Для благоустройства в следующем году по итогу голосования уже отобрали 122 общественные территории. Ожидаемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета – более 1 миллиарда рублей. 4 ноября в столицу Башкирии прибыл туристический поезд, которого в Уфе никогда не видели. А внутри него – те, кто решил провести длинные выходные в пути. Двухэтажные поезда для России уже давно не диковина. Впервые они начали появляться на железнодорожных путях страны в начале десятых годов. Первый в 2013-м повез отдыхающих из Москвы в Адлер. Но до уфимских рельсов такой состав добрался только сейчас. В Уфу двухэтажный поезд привез более 250 туристов из Самары. Этот город стал первым из трех в программе, которая называется «Яркие выходные на Урале». Оттуда гигант приехал в Уфу, следом отправился в Екатеринбург, а после – в обратный путь. Проект называется «Яркие выходные на Урале». Двухэтажный поезд – это дом на колесах. Днем, так сказать, они осматривают достопримечательности города. А уже ночью они спокойно спят. Мы принимаем впервые в Уфе двухэтажный автобус. И, конечно же, в дальнейшем надеемся, что таких программ по Приволжью и по Уралу будут становиться больше и больше городов будут присоединяться. Все туристы покинули пять вагонов за несколько минут. После небольшого концерта почти у самого перрона мы поговорили с ними о поезде и его удобствах. Мы ехали на первом этаже. Чай, кофе по первому требованию. Если интересно, можно прогуляться по второму этажу, посмотреть в окна. Если не интересно, можно на первом этаже всю дорогу ехать. Чистый, теплый. Все идеально. Туалеты наичистейшие. Нам очень понравилось. Очень понравилось. Шикарно. И такие большие. Поедем еще. Там отдельная кухня. Кулер есть для воды. Указатели. Занято, не занято. Санузлы. После туристы расселись по двухэтажным автобусам и отправились на экскурсию по городу, чтобы посетить музей и посмотреть, чем жила Башкирия в былые времена. Для них подготовлена программа. Это посещение музеев города Уфы. И для них специально будут мастер-классы. Они будут знакомиться с этнической культурой республики Башкистан. Это лошади, стрельба из лука. А мы, когда платформа опустела, окончательно вернулись к поезду, чтобы погулять по его вагонам. На стоянке он пробудет 8 с лишним часов. Пассажиры уже отправились гулять по Уфе, а мы зайдем внутрь, чтобы посмотреть, как поезд устроен внутри. В коридорах вагона нас встретил отнюдь не машинист, которого принято считать самым важным человеком в составе, а начальник поезда Мария Тощева. Она рассказала нам, что второй этаж позволяет не только вместить больше пассажиров, но и меняет ход поезда. А пространства в нем достаточно, чтобы разойтись с другими пассажирами. На одноэтажном вагоне у нас количество пассажиров 36. И когда у нас вырастает еще один этаж, то количество умножается вдвое. В двухэтажном поезде меньше качает, меньше слышно стука колес, к которому все пассажиры привыкли. Да, плавность хода здесь, конечно, лучше, чем в одноэтажном поезде. Внутри поезд напоминает обычное купе, но с довольно широкими коридорами и широкой лестницей, на которой, если встретиться с соседом, получится без проблем разминуться. Станет ли тур Самары-Уфа-Екатеринбург постоянным, неясно. Известно лишь то, что полный тур для одного человека обошелся в 22 тысячи рублей, а для тех, кто сел на поезд в Уфе, в 17 тысяч. В правительстве республики, как нам стало известно после разговора с заместителем председателя комитета по туризму, готовят встречное предложение, по которому туристы из Уфы на поезде смогут посетить соседние регионы. Егор Полторыхин, Руслан Габидулин и Виталий Федотов, телеканал ЮТВ. Похолодание и выпавший снег как повод искупаться, и тут нет ничего странного. Уфимские моржи, практикующие погружение в ледяную воду, дали старт новому сезону. Уже десятки лет горожане собираются на Солдатском озере, в парке Якутова, чтобы пройти испытания холодом. Мухаммадей Байгутлин 37 лет проработал на севере. Морозом его не испугать. Начал моржевать, как только вернулся в Башкирию. Для мужчины это уже восьмой сезон. Видите, у меня оперирование, у меня шунтирование, сердце сделали операцию на шунтирование. После этого я начал все-таки настоящим заниматься своим здоровьем. Занимаясь моржеванием, сосуды, все сосуды становятся эластичными. У них они тренируются. Холод, тепло, холод, тепло. И поэтому, я думаю, только лучше становится это самое здоровье. Вот восемь лет занимаешься и ни разу не жаловался этому сердцу. А вот Олег Сарычев на здоровье никогда не жаловался. В юности занимался тяжелой атлетикой. Он пришел к моржеванию, увидев ветеранов этого движения. Ощущения вообще отличные. Когда заходишь, конечно, это, но когда выходишь, жар изнутри. И, ну вот, вообще, классно. Какой сезон у вас? Ну, я вот в прошлом году пробовал несколько раз в конце. И вот в этом решил с самого начала, с самого открытия. В ВК зашел, посмотрел на ребят. Вот, моржи какие здоровые, стрички плавают, бодренькие. Это же силы воли. Попробуй, сними куртку, зайди в шортах. Такую погоду. Впрочем, дорога к проруби открыта для всех. Основной совет новичкам от бывалых моржей – не торопиться и быть аккуратными. И главное – сделать первый шаг. Они пришли сюда окунаться, пришли сюда поплавать, заниматься моржеванием. В итоге они занимаются моржеванием и открыли для себя бег. Теперь они все бегают. Они бегают, лазят по горам. В Уфе моржеванием занимаются около 700 человек. В этот список вошли те, кто окунается в прорубь хотя бы дважды за сезон. Это число может вырасти, ведь покорители ледяной воды обрели новый дом. Здесь недалеко от проруби у нас обновленный дом моржей, как мы его называем. Мы увеличили площадь в два раза, провели реконструкцию, сделали эстетически красивые, новые условия. Увеличили раздевалки, сделали зону для общения, для чаепития после процедур. То есть это у нас такой очень позитивный момент и сегодня новоселье. В прошлом году около проруби появилось ограждение. Оно нужно для безопасности как моржей, так и других посетителей парка. Первый в сезоне заплыв собрал самых верных поклонников моржевания. Больше всего к этой форме закаливания приобщаются после крещения Господня. Мы в пятерку крупнейших ходим по численности, по стране. Но тут такой, есть численность, есть спортивные достижения. По спортивным достижениям мы где-то третьи. По численности клубов мы вторые. По численности общего участия, может быть, вторые, третьи. Ну, так вот. В лидерах. В лидерах. Ну, сейчас интересные люди, правда, вот они содержательные такие, значит, видите, они не комплексуются не всем. Значит, не только плаванием занимаются, но, наверное, и общественной какой-то деятельностью занимаются. И, в общем, интересные люди во всех отношениях. В данный момент башкирские моржи готовятся к большому празднику. В феврале в Уфе пройдет первый после трехлетнего перерыва чемпионат Башкирии. В нем примут участие около трехсот спортсменов. Впрочем, заняться моржеванием может любой желающий. Прорубь открыта во вторник, четверг, субботу и воскресенье. С десяти утра до двух часов дня. Организаторы подчеркивают, что все безопасно. На месте дежурят спасатели, а новичкам всегда помогут правильно укоротить ледяную воду. Андрей Шарыгин, Анастасия Никишина, телеканал ЮТВ. Татьяна Андреева из Салавата на пенсии, но, несмотря на это, продолжает жить активно. Женщина занимается спортом, благотворительностью и добровольческой деятельностью, а именно серебряным волонтерством. Сейчас она приехала в санаторий Юматова, чтобы отдохнуть и набраться сил в рамках проекта «Декада старшего поколения». Мы даже не успеваем, с утра мы лечимся, потом ходим на занятия сюда еще, слушаем что-то, на концерты ходим. У нас даже времени не хватает. И на танцы ходим, на дискотеки, на все ходим. В общем, ведем активный образ жизни, радуемся жизни на пенсии. Людмила Житкова из Уфы также занимается серебряным волонтерством. Женщина признается, что не ожидала от проекта «Декада старшего поколения» такого заряда на активную деятельность. Классно, здорово, суперски. То есть настолько все продумано, мы даже уже задыхаемся от того, что сердца у нас разрываются, туда хочется, туда хочется. И в это время там бассейн, они бассейн и меняют. То есть так, в общем, активно мы проводим время, такая движуха. «Декада старшего поколения» – это масштабный фестиваль здоровья и активного долголетия для людей старше 55 лет. Помимо отдыха и лечения, участникам проекта доступны лекции, профильных специалистов, консультации врачей, семинары, мастер-классы и спортивные занятия. Как рассказала Гамиля Зайнудинова из Никола Березовки, больше всего и понравился мастер-класс Шамиля Гайсина «По ушу и цигун» от российского телеканала «Живи активно» от компании Уфанет, который создан, чтобы поддержать пожилых людей. В эфире телеканала проводятся беседы с врачами и специалистами, а также проводятся тренировки, доступные взрослому поколению. Посмотреть их вы можете на 31-й кнопке в кабельной сети Уфанет. «Мне очень даже нравятся занятия, которые проводит Шамиль Гайсинь, потому что каждое утро я занимаюсь с ним, я разговариваю с ним, и мне очень хорошо. Ушу цигун – это настоящее вот и на дыхание, и на весь организм. Вот дышать охота, и утром встаешь, и начинаешь работу, и прекрасная. Себя чувствуешь очень легкой, и здоровье как будто прибавляется». Декада старшего поколения в Башкирии проводится впервые, но подобный проект не является новинкой для нашей страны. Уже несколько лет аналогичное мероприятие проводится в Сочи. «В 2019 году меня пригласил в Сочи Дмитрий Богданов. Это известнейший эксперт в сфере туризма. И вот в тот год они уже в пятый раз проводили декаду зрелого возраста. И, конечно, захотела провести его в республике Башкортостан». Как рассказал вице-президент Лиги здоровья нации России Николай Кононов, такие проекты положительно влияют на старшее поколение. Участники имеют возможность не только проходить процедуру оздоровления, но и общаться друг с другом. «Лига здоровья нации курирует многие проекты на территории субъектов Российской Федерации. И особым отличием является декада старшего поколения. Это мероприятие, это акция, это процесс, направленный на сохранение и укрепление здоровья наших родителей. Мы видим в этом большое начало такого массового, системного мероприятия по укреплению здоровья. Ведь самое главное, когда люди собираются вместе и общаются на темы здоровья». «Им не хватает общения и какой-то нужности. И вот, во-первых, это площадка для этого. Например, если я приезжаю, а в это время другого возраста люди, и мне не совсем комфортно среди них, потому что у меня свои разговоры, свои воспоминания. А здесь вот как раз они примерно одного возраста, значит, у них есть о чем поговорить, что обсудить». Декада старшего поколения проходит на территории санатория Юматова в течение 10 дней. Как рассказал организатор проекта Рима Шайдулина, у нее и руководства санатория Юматова появилась идея проводить декаду старшего поколения два раза в год. «Сейчас у нас уже появилась идея, вот в ходе обсуждения с руководством санатория, проводить дважды в год декаду, ежегодно. То есть будет у нас осенняя декада и будет весенняя. Ориентировочно где-то в конце марта, наверное, это вот так. Мы делаем мозговой штурм. То есть мы все обсуждаем результат декады, смотрим, что есть самое хорошее, которое мы возьмем в следующую декаду. И главное, мы возьмем обратную связь, что еще нужно включить. То, что мы не успели предусмотреть или не понимали, что это нужно старшему поколению». Дмитрий Сенников, Марина Войтюк, Денис Селезнев, телеканал ЮТВ. Денис Сенников, Марина Войтюк, Денис Селезнев, телеканал ЮТВ. Здравствуйте. И в ближайшее время я расскажу вам о самом важном, что случилось на этой неделе по версии нашей редакции. Здесь пошла трещина, и только что нам жильцы девятого этажа сказали, что появилась она недавно. Обычное утро на проспекте Салавата Юлаева, только для кого-то оно совершенно недоброе. Дыра в крыше, плесень, и это только малая часть всех разрушений. Я имею трагматический пистолет, на который имею разрешение рога. Суть своего дра. Непейцевский дендропарк. Это более ста видов кустарников и деревьев и 20 гектаров зеленых насаждений. Это будущая палата. Здесь будет располагаться санузел, А в этой части будет находиться жилая зона. Гарик, что делаешь? Добро. Добро? Конечно.